Важная дата. Сегодня вся страна отмечает 5 лет возвращения Крыма и Севастополя домой в состав России. Решение о воссоединении жителей полуострова практически единогласно приняли на референдуме 16 марта. А 18-го договор уже подписали в Кремле. За это время регион, находившийся в упадке, возродился. Построены дороги, школы и больницы, реконструированный аэропорт, развивается сельское хозяйство. Наложено энергоснабжение, открыто автомобильное движение по мосту через Керченский пролив. До конца года планируется пустить по нему поезда. Все обещания жителям выполнены. От воссоединения Крыма выиграл не только сам полуостров, но и вся страна. На прилавках появились крымские вины и фрукты. Археологи исследуют античные сокровища, а все больше отдыхающих выбирают курорты полуострова. Торжества сегодня по всему Крыму. Народные гуляния, концерты, фестивали. Вечером состоится красочный фейерверк. К жителям полуострова, которые отмечают воссоединение с Россией, приедет Владимир Путин. Президент побывает в Севастополе и Симферополе. Этот день в двух регионах объявлен нерабочным, как отмечают, узнаем у Константина Панюшкина. На связи Севастополь. Константин находится на набережной. Константин, много ли людей там собралось? Ален, здесь людей не просто много. Я хочу вам показать, сколько их конца и края. Не вижу ни в одну сторону, ни в другую. Это все желающие попасть на корабли, но о них несколько позже. Сегодня в Севастополе и в Крыму сегодня выходной. Объявлен дополнительный сегодня четвертый день праздников. И, соответственно, четвертый день гуляния, возможно, самый важный день из всей череды вот этих важных дат. Крымской весны сегодня день воссоединения, с которым я вас всех сегодня поздравляю. Спасибо. Кто откуда, скажите, пожалуйста, все крымчане? Севастополь. Севастополь. Вы? Севастополь. А вы откуда? В Багаданской области мы приехали. Вы здесь живете или приехали? Нет, мы приехали здесь. Как раз на праздник на это. По югу России и на праздники специально сюда приехали. Ну что ж, с праздником. Расскажите, пожалуйста, как у вас сегодня настроение? Верится ли вам, что уже пять лет пролетело? Так как вчера все, да? Время пролетает очень быстро. Очень быстро. Настроение отличное, как и погода замечательная. Жизнь прекрасна, все хорошо, и мы очень рады и благодарны тому, что присоединились к России. Большое спасибо. Продолжаем знакомиться с людьми, продолжаем знакомиться с севастопольцами, всех с праздником. Собственно, куда сейчас все они направляются? Вариант, где отпраздновать сегодняшний день по всему Крыму и даже по Севастополю масса. Можно вот там на площади Нахимова побывать. Там сейчас выставка военной техники. Минобороны распорядилась. Кроме того, там будут сейчас разворачивать огромный флаг России, полторы тысячи квадратных метров. Но идут все сюда, потому что здесь, в самом центре Севастополя, пришвартованы пять кораблей Черноморского флота. Два из них – это десантные корабли, два малых ракетных корабля, один из которых – Вышний Волочок. Абсолютная новинка Черноморского флота. Только в июне прошлого года подят над ним Андреевский флаг. И вот здесь еще находится огромный фрегат «Адмирал Макаров». Уже за всего лишь полтора практически года под Андреевским флагом две командировки в Средиземное море. И с последней вернулся только две недели назад. Поэтому есть что там посмотреть. Туда уникальная возможность сегодня попасть. И вот, собственно, видите, ведут семьями, ведут и девчонки, и мальчишки. Здрасте, с праздником вас. Здрасте, с праздником. Ну что, вы из Крыма? А теперь – да. Мы переехали сюда из Екатеринбурга и живем в Крыму с 2015 года. Представляете, совершенно не единичный случай. Сколько здесь ходим, знакомимся. Не только те, кто жил в Крыму на протяжении последних 20, сколько уже, 8 лет. Здесь очень многие, кто приехал в Крым за последние 5 лет. Вот если я не ошибаюсь, вы ведь тоже в Крым приехали буквально вот когда? Ну, полгода как приехали. Полгода назад? Да. Почему переехали в Крым? Как сказать? Что вас заставило сюда переехать? Душа позвала, наверное. Душа позвала. Да. Как, вот не жалейте? Нет, вообще не жалейте. Здесь очень хорошо. Правильно, выбор сделали. И сегодня вот у всех нас, видите, здесь огромный праздник. Возвращаясь к происходящему в других частях города и Крыма. Собственно, все музеи Севастополя, обороны Севастополя сегодня открывают двери. Вечером на площади Нахимова грандиозный концерт. И, собственно, туда все направятся во второй половине дня. Сегодня же можно посмотреть фильм «Крым» в некоторых кинотеатрах. Но я уверен, что большую часть дня сегодня все будут стараться попасть на эти корабли. Но потому что это уникальная возможность. Так ведь, да? Все же хотят на корабли. Конечно, конечно. Особенно парни, да? Это можно такое. Это корабли можно посмотреть. Вы крымчанин? Конечно. Расскажите сегодня, что чувствуете в этот день? Как воодушевление. Вспомните, кто помнит точно события пятилетней давности? Наверное, тревога была в этот день пять лет назад, когда подписывался договор, да? Мы не совсем. Мы тут живем годик. У меня муж родился в Севастополе. Вот мы вернулись, да. Вы вернулись? Да. Потому что теперь Крым российский. И мы очень рады, что, наконец-то, не то, что справедливо, но то, что мы всю жизнь хотели, мы родители хотели, когда мы здесь жили в 90-е годы. И теперь мы очень рады. Поэтому это была причина вернуться опять в Крым и стать опять севастопольцами. Спасибо, с праздником вас. Скажите, пожалуйста, кто в Крыму живет уже давно? Кто? Всю жизнь живет здесь. Тут все приезжие. Все приезжие. Да. И вы приезжие. А крымчане тут есть? Есть. Вот, давайте с вами познакомимся. Скажите, пожалуйста, вот помните тогда референдум, голосование, да? Вы же тогда отдавали голос, ну, без всяких условий, просто потому что верили. Без условий. Все шли как на праздник. С тех пор вот все, что вам власть пообещала, все, что вам Россия пообещала, все выполнило обещание? Ну, те обещания, которые были под руководством Путина, они все выполняются и часть из них были выполнены. Ну что, коллеги, мы продолжаем знакомиться, продолжаем здесь пробиваться на корабли и дальше готовиться к остальной части праздника. Алена, так что возвращаем вам слово. Спасибо, Константин. Константин Панюшкин о торжествах в Севастополе.